Девочки, здравствуйте всем! Мой завтрак. Мы меня, девчонки, не потеряли. Я последний раз вот после дачи, уже, наверное, пятый или шестой день дома лежу. У нас такая жара, и я не знаю, по какой причине, ни то от жары, ни то еще какая-то причина есть. Ну, короче, я или перетрудилась на даче, не знаю. У меня там что-то это, непонятное у меня такое самочувствие. И тошнота какая-то, головокружение. Очень плохое самочувствие. Прям вот я вчера только хлеб поставила, а то дня 4 я, наверное, лежала просто, просто лежала. Или телевизор смотрела, или тут в Ютюбе полазаю. В общем, лежала тупо. Мне не хочется ни вязать, ни шить, ни хлеб печь, ни кушать, сварить, ничего. Вот в такое состояние встаю, у меня вот до тошноты. Очень плохо себя чувствовала. Вот сделала себе латте. На тостере поджарила хлебушек, булочку, масло и сырок. Вот такой у меня будет завтрак. Так что, девчонки, то, что у меня есть там снято, я вам сегодня смонтирую. Может быть, как-то это, к жизни вернусь. Надо к выходному-то возвращаться к жизни, надо ехать на дачу. Но у нас стоит очень жаркая погода. Вчера вот у Саши в машине было 34 градуса. Показывал термометр. Сейчас я вам покажу. Утро какое у нас утро. Так, 28 градусов, это утро. 28-29 где-то вот так вот. Вот такое вот у нас утро. Так, и еще сегодня я обнаружила небольшую проблемку. Вчера вот так подошла сюда, к плите, да? Вот сюда подошла. Вот так мне показалось, как газом пахнет. Я на газ очень чувствительная. Вот. Это время было вечером. В общем, я счетчик свой посмотрела. Сегодня я сфотографирую. Я вчера записала, сегодня сфотографирую. Так что, девочки, как вам сказать? Вот я газом не пользуюсь, а газ расходуется, да? Сегодня я посмотрю. И, наверное, где-то есть утечка. Сегодня прям вот сфотографирую. И не буду пользоваться ни колонкой, ни газом, ничем. И наутро сфотографирую. У меня вот такие данные были, девчонки. Сейчас скажу вам, насколько. Вот я записала. Последние были показания 294, а сегодня с утра 333. Представляете? Утечка идет. Поэтому завтракаю. Сегодня наблюдаю. И завтра уже, наверное, буду вызывать мастера. Милый мой приехал с рыбалки. Саша, как ты смог их вытащить? Это вы с Володей ездили, да? В Володе 8 штук поймала. 8 штук карпов? Вот эти. Поняла. И одного выпустили. Ясно. Потому что подъехал. Молодец какой. Нельзя их ловить, да? Ну, Саша, поехали. Можно. Ну, можно, если поймалась, да? Ну, я прям вообще восторг. Ну, короче, вы сегодня плодотворно. Погода. Я сегодня смотрю ветер. Думаю, наверное, это. Там витрина такая. Не будет ловить ничего. Вот. Это вы так далеко ездили? Володь-то довольный хоть? Ну, да. Ну, ладно. Ну, ладно. Я ходила на ногтики. Вот такую красоту мне Катюшка сделала. Видите, какой фонтан у нас? Там качельки есть. Иду в банк «Солидарность». На счет маме положить денежку. Губочки, смотрите. Огород у меня вырос. Мелисса. Все-таки я добилась. Видите, она уже какая. Ее можно высаживать в грунт. Мята. Так, это душица. Так, а это что у меня забыла? Сейчас скажу. Почитала. А это пустырник. Мне очень хорошо зашел. Так что поеду на дачу, забираю с собой. Видите, девчонки, от жары как закрыла. Хорошо, что я в свое время все-таки заказала. Защиту такую. Я хотела блокаут заказать, но... По моим окнам мастер сказал, что мне нельзя блокаут вставить. Хотя так же ведь могли бы точи отрезать и так же точи закрыть. Не обязательно их в такие пазы вставлять. Как вот бывает, что они вот по этим сторонам вот так в пазы вставляют. И вот этот блокаут ходит уже по пазам. Не надо, надо было просто так же вот мне. Ну, сказали они как бы тяжелый материал. Ну, в общем, отказали мне. Он был бы, конечно, и дороже, чем вот этот вот шелковый материал. Это шелк какой-то плотный. Ну, не знаю, вот Бордова и сказала. Жарящий несусветный. Там сижу под кондиционером. Дверь закрываю. Уже идет 32 уже. 32. Время 11 часов дня. 32. Сегодня сказали 36 будет. Наверное, я окно прикрою. И сюда, чтобы холод шел. Под кондиционер. Даже на улицу выходить не хочется. Так, нужно что-то поставить, кушать, варить, да? Ой, переложить надо. Клубничку. Оставшуюся, которую Саша привез, уже собрал остатки. Перемолола. Так, тесто осталось. Что-то у меня есть еще. Блин, вот тошнота эта загребала на меня, не знаю. Бесит меня. Что сварить, не знаю. Знаем, на ребра. А, я не знаю. Бедрышки. Лен, вкусная курочка. Щелая. Вкусная курочка. Какая. Прям понравилась мне. Вот. В этом году мои заморозки. Из клубники. Ну, что, наверное, от бельмушки надо достать, разморозить. Так, от бельмушки поставлю на супчик. Думаем, все, ящики освобождаются. Они нифига не освобождаются. Что, сейчас разморозим. Вот это сейчас уберем. Положу, пускай, разморожу. Хлебушек испекла. Вчера уже поздно вечером. Пускай размораживается. Сегодня я дома. Завтра посмотрим на свое состояние. Как смогу ли я поехать на дачу. Может быть, к выходным решусь. Жара, конечно, страшная. И силиконовые формы очень хорошо. Бедаенчики-то вышли. А вот этих форм не очень. Мне придется сейчас тепленькой водичкой с той стороны подмочить. И только тогда не вытряхнуться. С этой стороны штуки тоже будут неплохо выходить. Так, одной рукой неловко мне. Сейчас я попробую. Силиконовых форм отлично все выходит. Ягоды положила в чашу блендера. Полностью чашу утрамбовала. Положила 2 столовые ложки всего сахара. Блендером все взбила. И разлила в емкости. Так как силиконовых форм, вот таких вот маленьких у меня, мало. Большие не хочу. Мне хочется, чтобы взять вот на один раз, допустим, да, и в кашку положить. Даже меня вот такие вот больше устраивает. Ну, пришлось вот. А с этими сейчас повожусь. Вот так получилось. Выдавила из этих вот форм. Вот они вот такие получаются. Пришлось горячей водой же подмочить. И сейчас я прям в этой чашке в морозилку поставлю, чтобы они вновь схватились. Чтобы потом в пакет положить. А эти можно уже запросто в пакет. И с силиконовыми формами лучше замораживать вот такие вещи. А в металлических, которые надо подмачивать, они вот видите, подмочилась немножечко. Ну, как подмочилась, подтаяла. Поэтому такое лучше еще заморозить. Ммм, а вкусно как? Ммм, чудо зимой будет. Храню в пакетиках из Икеи. Они мне служат уже не первый год. Ну, некоторые, да, порвались, выбросила. А некоторые вот целенькие.